У нас на связи сослужен артист России, самый лучший габоист среди баянистов Павел Геннадьевич Зайцев. Я хотел спрашивать такие каверзные вопросы. Сложно придумать, когда часто лучше увидимся и общаемся. Расскажите, пожалуйста, когда вы пришли в коллектив? Я начал работать с 1989 года и первый раз поехал на фестиваль в Ярославль, потому что не хватало туристов. И летом я заменил музыканта, который уехал поступать в Саратовскую консерваторию. Я вошел в коллектив очень быстро, буквально за неделю надо было сыграть на басу. Партию, а программа была приличная, где-то, наверное, около получаса. То есть начали вы в 1989 году на Тубе? Да, начал на Тубе, а потом как-то, видимо, я очень понравился как человек. Понимаю, конечно. И музыкант, может быть. Очень яркий музыкант. И вот меня взяли на центральный... Нападающий. Да. Баян, на котором вы сейчас продолжаете эти замечательные традиции. Стараюсь соответствовать, да. А вот расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах, как произошло переход от баяна на гобой, довольны ли вы? Очень болезненно, кстати. Во-первых, гобой всегда сидит боком. Я это вначале вообще не мог привыкнуть к тому, что надо сидеть боком к слушателям. Но постепенно я принял этот инструмент, тем более, что он акустически достаточно интересен был. И где-то я уже с ним свыкся. И в общем, он мне сейчас нравится. Ну, все равно стали солирующая партия. У нас же ансамбль солистов. Да. Очень много сольных мест, вариаций. Все равно остались, да. Ну, то есть вы довольны тем, что вы сейчас не доволен? Я не совсем доволен, тем более, что я немножко перерос инструментом. Физически? Нет. Не столько физически, а акустически он, мне кажется, в некоторых диапазонах очень выигрышным. А некоторые диапазоны все-таки требуют доработки. Недостаточно на совершение. Да. Есть такое дело. Ну и, конечно, механики. Механики. Я очень долго привыкал к трехрядной постановке. Даже царство небесное Юрия Алексеевича Вастринга. Он мне говорит, слушай, как ты играешь? У меня вот такая лапа. Как ты на таком грине. Тем более, что там узкая достаточно мензура. И эти, конечно, три ряда, к которым надо было привыкать играть другое. Во многом традиционные аппликаторы, во многом позиционные. В общем, скажем так, в поиске находился. И до сих пор. Ну, инструмент не совершенен у нас, к сожалению, но стремится. Да, механикой, конечно, надо заняться. Ну, это в будущих планах. Конечно, у нас хорошие связи с замечательными фабриками. Прежде всего, Россия и Италия. Но итальянцам мы, конечно, никаких секретов выдавать не будем. А вот российские фабрики. Всегда мы помогаем российским производителям. И стараемся, конечно, усовершиться. Кстати, что-то мы достаточно успешно в этих инструментах усовершенствуем уже. Потому что они были совсем, скажем так, вот корпуса, крепления меха, вот эти вот, крепления резонаторов, вроде немножко, ну, улучшили во многом. Ну, конечно, много лет за доработки. Продолжаем. Это здорово. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Продолжаем движение в сторону Липецка. Да, да, действительно. Субтитры создавал DimaTorzok